В Твери будет создан промышленный кластер инновационного транспортного машиностроения. Об этом на встрече с журналистами объявил губернатор Игорь Руденя после заседания профильного комитета Союза машиностроителей. Его принял Тверской вагоностроительный завод. В Верхневоложье транспортное машиностроение – основа всего машиностроительного комплекса. На территории Тверского региона насчитывается 15 предприятий транспортного машиностроения. И самым крупным из них, бесспорно, является ТВЗ. Завод растет и развивается год от года. Уже сейчас заказы на поставку вагонов и комплектующих расписаны на 8 лет вперед. Сегодня Тверской вагоностроительный завод – это отраслевой лидер, безусловный отраслевой лидер. Он не только в России является флагманом пассажирского вагоностроения, но и во всем мире. Мы активно участвуем в тендерах от имени Тверского вагоностроительного завода. И видим перспективы его расширения. Эти перспективы говорят о том, что ТВЗ готов развиваться сам и развивать профильные компании, входящие в корпорацию Трансмашхолдинга. Для этого на рабочей встрече гендиректора Трансмашхолдинга, замминистра промышленности России и губернатора Тверской области, обсуждался вопрос о комплексном развитии сферы. Ведь ТВЗ в будущем планируют сделать якорным предприятием Трансмашхолдинга. А остальные компании, входящие в корпорацию, будут локализованы в Верхневолжье. Для этого на территорию Твери будет создан промышленный кластер инновационного транспортного машиностроения. Это очень важный сегмент промышленности, который в последнее время развивается ускоренными темпами. И если мы в целом берем железнодорожное машиностроение, то на ближайшие несколько лет, до пяти лет, мы видим опережающий темп развития именно у этого сегмента железнодорожного машиностроения. Речь идет о трамвае, речь идет о мотор-вагонном подвижном составе, всем понятно, электричке, высокоскоростном электрическом железнодорожно-подвижном составе. Как отметил глава региона, предприятиям, реализующим в Тверской области инвестиционные проекты строительства и модернизации производств, предоставляются субсидии по возмещению части затрат на уплату налогов на имущество и на прибыль. В конце октября 2019 года принят закон Тверской области о введении с 1 января 2020 года инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций. Нами принят закон в октябре, наше областное сгадное собрание по поддержке промышленности. Также сейчас рассматривается закон для потенциальных партнеров, трансмарш-холдинга и сектора сегмента машиностроения. Это средний и малый бизнес, мы снижаем налоговую нагрузку. Кроме того, я хотел бы сказать, что сейчас в рамках нашей агрессионной рабочей группы, вместе с Министерством промышленности и торговой Российской Федерации, нашими уважаемыми коллегами с трансмарш-холдинга, мы обсуждаем вопрос о создании социальной инфраструктуры для развития уже сегмента машиностроения. Новые промышленные кластеры будут создавать более 17 тысяч новых сотрудников. Все они получат свои рабочие места в первые несколько лет. Реализация проекта запланирована на 2020-2024 годы. Предполагаемый объем инвестиций свыше 6,5 миллиардов рублей. Контролировать работы по созданию кластера будет рабочая группа, созданная при правительстве Тверской области.